Есть тема, о которой всегда все стесняются говорить. На самом деле, что здесь такого? Правильно, тема секси. Ничего страшного, мы чего-то боимся. Давайте попытаемся понять чего. Добрый день, дорогие друзья. Тема, о которой сегодня пойдет речь, возможно, для вас она будет немножечко необычной, и, может быть, даже кого-то она будет смущать, но, однако же, я все уместно все-таки о ней поговорить. И не буду ходить вокруг да около, тема эта очень простая, она называется секс. Представьте себе, иудаизм в этой сфере жизни также пытается разобраться, и есть очень большое количество книг, на которых написано, поэтому они не в большом каком-то доступе находятся, в открытом достаточно, но все-таки они имеют место быть и их читают и изучают. О сексе сказано очень много. Для кого-то это высшее проявление любви, для кого-то это какие-то плотские утехи или кто-то старается избегать этой темы, но не говорить о ней все-таки мы с вами не можем. Секс эта вещь очень универсальная. С одной стороны, он отбирает у нас огромное количество сил, как физических, так и эмоциональных, а с другой стороны, иногда в эмоциональном плане секс возвращает эти силы, то есть как бы с одной стороны уходит, с другой стороны приходит. В этой главе я не хочу с вами сейчас обсуждать какие-то моральные или этические проблемы, связанные с сексом, семья, как это хорошо, плохо, извращение, неизвращение. Я хочу с вами просто поговорить и понять, что такое секс, что же все-таки нас с вами настолько в нем интересует и какие проблемы могут быть с этим, возможно, связаны. С физиологической точки зрения секс это, если дать определение очень простое, то это просто воздействие на некоторые эрогенные зоны. Но, однако же, если мы, казалось бы, да, все понятно, эрогенные зоны, воздействие, происходят какие-то там эффекты, но мы знаем, что нам хочется узнать об этом больше и больше и больше, и чего уж скрывать, половая жизнь в этой сфере. Мужчина, женщина все-таки занимает огромное место. Секс не является приоритивой только лишь человека. Он существует во всей живой природе. У птиц, у животных, даже самых простых аноклеточных организмов есть такое нечто подобное сексу. В биологии секс принимает очень различные формы, и исследование этого момента нам очень поможет. Нам нужно понять, в принципе, человеческую природу, как я уже сказал до этого, нашу с вами странную заинтересованность, иногда необычную заинтересованность именно вот этого процесса. И чем лучше мы с вами попробуем сейчас разобрать то, как это работает у животных, то, может быть, нам это поможет и понять нас себя, как людей. Все-таки мы тоже часть этой живой природы. Для большинства биологических существ секс это, давайте честно скажем, наверное, не обмен эмоциями. Все-таки секс для них это больше дополовой акт, которые направлены для того, чтобы у них появилось потомство. Не знаю, никогда не общался в своей жизни с тигром, но не думаю, что если тигр, лежащий под ярким солнцем где-нибудь в Африке, ему очень жарко, увидев какую-то, не знаю, тигрицу симпатичную, ему понравившуюся, он подумает, почему бы мне не заняться с ней сексом. Скорее всего, если у них что-то произойдет между ними, так это для того, чтобы он хочет, чтобы его потомство появилось на этот свет, ему важно, чтобы было продолжение его рода. Ну или хотя бы просто, чтобы эта самка была у него. Опять же, для чего она нужна ему, а не какому-то самцу, чтобы она принадлежала, потому что, когда у него появится потребность в том, чтобы у него появилось потомство, у него не будет с этим никаких проблем. Отличие человека же мы с вами знаем, что совершенно не так. И есть порой моменты, когда человек хочет заниматься сексом не только ради того, чтобы родить детей, а ради какого-то удовольствия. Давайте поймем, почему нас так это интересует. Более того, если мы все-таки снова обратимся в биологический мир, мы знаем, что иногда порой для самца, либо для самки, чтобы вот этот непосредственно плавакт произошел, они идут на какие-то, ну, практически самопожертвования. Есть несколько видов животных, в которых после того, как самец оплодотворил самку, самка, собственно, его либо калечит, либо убивает. Да, и, мягко говоря, не думаю, что самец, прежде чем, когда он идет на оплодотворительный вот этот момент, он как бы таким большим удовольствием знает, что потом он умрет, и сейчас он это будет делать. Не факт. Некоторые даже особи, неважно, мужского или женского пола, преодолевают некие препятствия. Даже они очень долго, долгое время добираются там до какого-то определенного момента, где именно в этом, в этом месте у них, собственно, случится непосредственно сам половой акт. То есть, как бы, опять же, из этого мы видим, что это какие-то трудности для них определенные. Они их преодолевают. Человек существенно отличается. Абсолютно. Иногда, чтобы нам с вами заняться любовью, да, либо сексом, у нас с вами уже есть половой партнер, и как бы нам, слава богу, наш половой партнер, надеюсь, не будет нам потом отрубать голову, да, или съедать нас после полового акта. И поэтому, как бы, само то, что мы увидим, что в природе есть некоторые такие моменты преодоления препятствий, уже заставляет нас задуматься, что все-таки, наверное, в этом половом акте, в этом действии, есть что-то нечто большее, чем просто одно удовольствие. И в результате разрыва вот этой биологической цели и репродуктивной задачи, в принципе, да, то есть, когда у человека есть уже разница между просто удовольствием, либо какой-то целью продолжать свое потомство, и эти вещи, они разошлись между собой, и осталось либо только либо это, либо это, либо в идеале, конечно, хорошо, когда это все вместе присутствует, но чаще всего есть определенная цель. И из-за этого у нас с вами появились очень интересные моменты. У нас появилась такая вещь, как мораль. Мораль в сексе. То есть, появляются некие правила, что, например, не знаю, на улице это делать неправильно, да. Или же, прежде чем заняться любовью либо сексом, нужно поухаживать за девушкой. Есть какие-то свод законов определенного вида, которые действительно нужно соблюдать. Например, у животных, мы с вами видели, да, сколько раз, проходя по улице, они никогда не думают о том, чтобы видит ли их кто-то, не видит ли их кто-то, они, если у них есть цель, они ее достигают. У человека же именно только из-за того, что эти все две вещи разошлись в определенные точки, мы начинаем сами себе придумывать какие-то уже правила, которые нам с вами стоит соблюдать. Мы с вами знаем огромное количество цивилизаций с разными подходами, если так можно сказать, например, да, к поглощению пищи, например. То есть, если, например, каких-то там еще, не знаю, тысячи, полторы тысячи лет назад в какой-либо цивилизации было нормальным есть кузнечиков или тараканов, то сегодня в большинстве цивилизованных стран это уже не практикуется. И, как бы, в принципе, получается, что большая часть стран, например, сегодня, да, они, ну, не едят они тараканов. Или большая часть стран понимает, что ночью спать это нормально, чтобы человек утром мог пойти на работу, ночью ему нужно поспать. Вот, да, если он не работает, конечно, в ночную смену. Если мы посмотрим с вами на то, что было сто лет назад, тысячи лет назад и сегодня, то мы увидим, что есть табу в сексе, которые вот, они как появились тогда еще. Так они сегодня, они развиваются, 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 и на сегодняшний день есть огромное количество табу, которые универсальны для многих стран и народов. Это факт, и здесь, как бы, кто не поспорит, наверное, но и, конечно же, с другой стороны, вот этот табу, что можно ли заниматься сексом ради удовольствия, когда-то было абсолютно неприемлемо. Сегодня это не то, чтобы табу, как бы все знают, что эти люди занимаются этим ради удовольствия в том числе. Ну а как же быть тогда с продолжением потомства? Сегодня у нас появляется огромное количество лекарств, таблеток, которые помогают женщинам не забеременеть. То же самое время все-таки она, да, будет участвовать в вот этом плавом акте, который будет приносить ей удовольствие, и она может спокойно, не переживая, что, да, как-то там что-то это за собой повлечет. Но и вот так это все работает, то есть как бы лизан накладывается табу, в нем пытается разобраться, разбирается, 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 и находит выход из ситуации, либо не находит в этой ситуации. Но табу остается. У животных нет сексуальных табу. У них нет правил, с кем совершать половой акт, где, когда, почему у них нет этих сексуальных табу. Очень просто, потому что не нужны правила, не нужны табу. У них есть определенная цель, и эта цель подвержена инстинктам. Инстинкт к тому, чтобы появилось потомство. Человека же из-за того, что вот этот инстинкт как такового ушел, мы сами себя должны ограничивать. Каким-то религиозным правилам на законодательном уровне. Зачем мы себя ограничиваем? Почему мы сами себе придумываем эти табу? Для того, чтобы остаться в рамках приличия. В рамках приличия, которые мы с вами себе когда-то придумали. И повторюсь еще раз, у животных нет такой проблемы. Нет проблемы, потому что у них понятная цель. У нас цель непонятна. Или я сейчас занимаюсь любовью или сексом ради удовольствия. Либо я занимаюсь для того, чтобы у меня появились дети. И вот когда мы с вами балансируем всегда между этими двумя целями, нам нужно придумать рамки. Чтобы не выйти за эти рамки, чтобы не показаться каким-то оскорбительным или же аморальным человеком. В наше же время, с другой стороны, эти границы и правила становятся все более широкими. Они иногда даже пропадают. И как я уже сказал выше, в самом начале нашей с вами беседы, я не хочу сейчас никого обвинять либо защищать. Просто констатирую факт. Эти границы расширяются. Почему они расширяются? Ну, мы меняемся. Меняется мир, меняется мировоззрение. К тому же, есть огромное количество сейчас всяких пропаганд такого небольшого плана по радио, по телевидению. В книгах мы читаем, что вот есть свобода. И нам кто-то иногда даже, наверное, в каком-то плане это все под таким соусом подойдет. Вы знаете, что если вы занимаетесь любовью, и вы всем рассказываете об этом, что вы занимаетесь любовью, и не только ради продолжения рода, то вы свободны. Вот это по-настоящему свобода, вы свободный человек. Не об этом сейчас говорим. Может быть, они и правы в какой-то мере. Но в большей части, мне кажется, скорее всего, нет. Надо разделять свободу и половое влечение. Может быть, свобода иногда заключается в том, что когда тебе хочется какого-то партнера, да, и ты останавливаешь себя. Может быть, вот в этом как раз таки есть определенный вид свободы. Человек – существо умное и проницательное, и, что уж скрывать, фантазирующее. Поэтому мы уже, на самом деле, после всех этих правил и табу, которые мы сами себе придумали, мы уверены в том, что мы окончательно разделили удовольствие с целью размножения. И мы смело можем выбрать либо одно, либо другое. И настолько в это с вами сильно поверили, что вот теперь мы начали кричать «свобода, свобода, свобода, свобода», что я могу выбрать все, что я захочу. Но на самом-то деле, дорогие мои друзья, это все только лишь фантазия. Как я уже сказал, мы с вами можем фантазировать сколько угодно, но это только лишь фантазия. Любовь или занятие секса без эмоций, оно не имеет места быть. Давайте разбираться почему. А на самом деле, разбираться здесь долго не нужно, дорогие мои друзья. Если мы с вами разделим по родине эти два аспекта, давайте представим себе, что есть некий человек, который занимается сексом ради того, чтобы просто получить удовольствие. И все, и он свободен от каких-то там других целей секса. Чем это может закончиться? Вот он, значит, выбирает себе одного полового партнера. Он выбирает себе второго, третьего, четвертого, пятого. Я думаю, что, может быть, даже из вас, кто-то из вас знает такие случаи, у вас были такие друзья либо подруги, но когда человек открыто говорил, что у него свободная связь и ничем не ограничен. В конце концов, такие люди, я не знаю, почему так получается, в конце концов, такие люди становятся какими-то, нельзя сказать, монстрами в этом аспекте, в этом плане сексуальном, я имею в виду. Но какая-то у них бурная фантазия, и что-то происходит с их головой. Потому что рано или поздно нужно остановиться, и половые связи, которые их окружают, и, может быть, они даже накапливают их, то они должны к чему-то рано или поздно приводить. И человек может быть 20, 30, 40, 50 лет, и он будет гулять, гулять и гулять по этой земле, и находить много всяких разных половых партнеров, но ему нужно создавать семью, потому что рано или поздно мы все с вами стареем, и мы понимаем, что нам хочется быть с кем-то рядом. Нам просто хочется почувствовать какое-то тепло человека, который будет со мной рядом. И вдруг вы понимаете, вот этот человек понимает, что как? Я что? Я же такой свободный с одной стороны был, да? Я мог заниматься любовью и сексом с кем я захочу. Хорошо, ты занимался, но ты ничего в это не кладывал. У тебя не было никакого наполнения в эти моменты. У тебя не было чувств. Если ты будешь не вкладывать чувства, то ты останешься ни с чем. Теперь давайте разбираться с другой стороны. Если человек всегда будет вкладываться в чувства с любым половым партнером, которого он встретит. Он, не знаю, женится, он или будет замуж сразу же, не сразу же, но вот любая половая связь у человека, она с чувствами. Он всегда по любви. Что может здесь произойти? Скорее всего, все будет нормально. Но есть риск такого момента, что человек просто, не то что сойдет с ума, но ему будет психологически тяжело. Потому что если такие половые акты будут в него заканчиваться, то он просто начнет получать некие травмы психологические. Он уже вкладывается в эти отношения, он старается. Есть какой-то определенный романтический здесь момент. А тут они периодически просто обрываются, и потом начинается снова. И ему, чтобы возобновить отношения, или просто завести новые отношения, нужно какое-то время акклиматизации, просто отойти. Так как быть? Как сделать так, чтобы это приносило удовольствие тебе, в физическом смысле, и чтобы ты вкладывал в это какой-то мысл более духовный, более высокий, и не поранит тебя ни с одной стороны, ни с другой стороны. Соединение вот этой страсти и вот этих эмоций, которые в эту страсть мы вкладываем, называется очень простым словом, о котором когда-то мы с вами давным-давно говорили много или чуть-чуть, смотря какое время это было. Это слово называется любовь. Любовь – это вещь, которая у нас с вами заложена, может быть, даже на уровне ДНК. Любовь – это желание быть с партнером, которому ты можешь что-то дать. Это свойственно человеку, мы хотим отдавать. Даже если вы думаете, что вы огромный эгоист, это неправда. Любой человек что-то хочет дать другому человеку. И желание принять. Это понятно, я думаю, для нас всех. Желание принимать. Это называется любовь. Обмен какими-то духовными вещами. И вот это занятие любовью с таким человеком, которого ты любишь, то есть человека, которого ты готов дать и от которого ты готов принимать, оно дает нам огромное удовольствие. И в физическом плане, и в духовном плане. И как я уже сказал, это заложено на уровне ДНК. Так создала нас с вами сама природа. Неспроста у нас есть с вами мужчины и женщины, которые друг на друга с одной стороны очень похожи, но с другой стороны абсолютно разные. Почему разные? Потому что мы готовы принимать от женщин. Я сейчас говорю просто со стороны мужчин, потому что я мужчина. И мы готовы давать женщинам. Мы готовы давать свое тепло, ласку, свою какую-то защиту, что ли. Но мы хотим от них тоже принимать. Что мы хотим от них принимать? То же самое тепло, ту же самую ласку. И когда эти два аспекта соединяются, это наивысшее наслаждение любви. То, чего мы боимся с вами в сексе, это то, что мы, не дай бог, не получим чего-то. Мы можем либо не получить какого-то удовольствия физического, либо же мы с вами, не дай бог, можем не получить удовольствия духовного. Но если мы найдем по-настоящему любимого человека, как его найти, это отдельная история. Но если мы с вами по-настоящему найдем такого человека и будем с ним заниматься любовью, сексом... Заметьте, я не просто так иногда слово секс менял по слову любовь. Для некоторых занятие любовью это то же самое, что и занятие сексом. Только почему-то мы хотим больше и чаще называть именно любовью. Потому что это что-то для нас с вами более духовное, что-то более красивое и замечательное. Я вам всем желаю, чтобы мы с вами нашли такого человека, такого партнера, с которым мы были счастливы с вами и в духовном, и в каком-то физическом плане. Некоторые толкователи Торы считают, что одной из причин, по которой Адам и Хава или Ева были изнаны из рая, это именно то, что они потеряли вот эту цель, вот этот мотив, вот эту историю между положением рода и занятие любовью. То есть они, может быть, в какой-то момент занялись любовью просто ради того, чтобы получить удовольствие. Есть такое мнение, с ним можно поспорить, но оно существует. Или давайте же вспомним, например, в истории про Казанову. Известный вражитель женщин, если так можно сказать, Казанова. Огромное количество беспирадочных связей. Но что здесь у него, в чем была его проблематика? Не было какой-то духовности. Конечно, тяжело сравнивать Адама и Казанову, но в принципе они в чем-то похожи. В иудаизме, как таковая, секс и половая связь, это не является грехом. Это не грех, абсолютно не грех. Даже больше вам скажу, что если кто-то из супругов уклоняется от обязанности половых отношений, то это весьма серьезное, с их стороны, прегрешение. И там есть отделенные разбирательства по этому поводу. В иудаизме занятие любовью или сексом это не грех. В иудаизме занятие любовью и сексом может быть грех только в одном случае, если это не любимый человек. Если даже вы с любимым человеком занимаетесь сексом, и это, не дай бог, к сожалению, не приводит к каким-то последствиям, что потом у вас появляются дети, это не грех. Вы в данный момент обмениваетесь какими-то чувствами. Это любимый человек ваш, как я еще раз уже говорил, да? И здесь не может быть ничего плохого. Так что, дорогие друзья, вот таким образом. Любовь и секс это не грех. Главное делать его правильно. И так, что это будет причина. В иду. В иду.